Да, вы знаете, я даже принимала участие, мы с Жанной часто ездили на эти... Вообще, дипломатия имеет... Ну, в дипломатии говорят трек-уан, трек-ту. Трек-уан – это когда официальная МИД и так далее занимаются, трек-ту – это когда, ну, такие, как я, простые люди, они занимаются, идут на встречи и так далее. Конфликт, конфликт, я думала, так. Так, когда в Бишкеке была встреча, Алиев тогда согласился, что утром он придет и подпишет. Не десятилетнее перемирие, а подпишет, значит, территория на независимость. То есть мы даем вот эти пять районов, это еще было в 94-м году. Они нам дают независимость, и мы присоединяемся к Армении. Но этого не произошло. Я не могу сказать, почему конкретно не произошло. Но этого не произошло. А мое видение было такое. Конфликт разрешается уступками, но уступки должны быть взаимные. Уступки не должны быть только односторонние. Почему я сегодня очень, так горячо, очень близко воспринимаю вот эту демаркацию и так далее, то, что происходит с Арменией. Потому что все уступки идут в одностороннем порядке со стороны Армении. Конфликт так не разрешается. Конфликт, он углубляется. Если одна из сторон только уступает, а другая наступает, в этом случае конфликт углубляется, он не разрешается. В первые дни митинга среди нас были азербайджанцы, живущие в Степанакерте. Поверьте, они приходили с нами на митинг, и у меня сосед был, он говорит, а какая мне разница, я в составе Армении еще лучше буду жить. Потом из Баку приехали эмиссары. Что они сделали, какую работу они провели, уже азербайджанцы перестали посещать наши митинги. И мы уже одни митинговали. И все равно даже в это время мы не думали, что азербайджанцы, живущие у нас, должны уйти. Мы тогда предполагали, что мы все вместе войдем в соса в Армении. И, кстати, я не знаю, насколько это верно, но говорят, Хомени ругал Гейдара Алиева. Типа, зачем ты вот всю эту кашу заварил? Присоединились бы к Армении, азербайджанцы заселились бы, увеличилось бы население, а потом опять были бы выборы, и все. Опять же решили бы этот вопрос таким образом. Я никогда мне это и в голову не приходило. Никогда. Я никогда не думала, что мы можем стать беженцами. Нет, даже не думала. Когда меня спрашивали, ну очень так, на бытовом уровне, заходили там соседи и говорили, Ахра Григорина, гинжек тернелю. Я была уверена, что я человек, который все-таки категорически за присоединение к Армении. С первого дня я была против, я всегда высказывала, я говорила, когда наши говорили, что две армянские республики и так далее, и так далее. Ну, один из вышестоящих, бывших, не буду называть фамилию, он мне сказал, Григорьевна, не мути. А потом я ему сказала, Вот это произошло. Я думаю так, что только присоединение с Арменией дало бы нам шансы на то, чтобы не стать беженцами. Ну, уже встали. Я говорю, Владимир, вообще понятие гражданского общества, это достаточно обтекаемое понятие. Поверьте, никто не может дать точное определение понятия гражданского общества. Как я могу ответить на ваш вопрос, если у нас нет определения, что такое гражданское общество? Но, тем не менее, я попытаюсь кое-что сказать вам. Почему? Потому что в понятие гражданского общества все-таки входят вот эти общественные организации, вот эта деятельность благотворителей, организация каких-то встреч и так далее, и так далее. Большая роль, большая роль была. Вот в этом плане, да, очень большая роль. Очень часто там, где государство не смогло, вот представители гражданского общества могли разрешить этот вопрос. Ну, просто вопрос в том, что насколько свободным было это гражданское общество. Все-таки свобода была ограничена. Абсолютной свободы не было. Ну, абсолютной свободы и не должно быть, в принципе. Ни в какой стране нет абсолютной свободы. Она, свобода, ограничивается законом. Но даже в рамках закона гражданское общество не всегда могло полноправно, так полнообъемно действовать, работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова